Сегодня Совет Безопасности ООН проведет сразу два экстренных заседания. Первая встреча будет посвящена предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума, вторая угрозе международной безопасности и мира. С инициативой создавать заседание по возможной химатаке выступили сразу девять стран, в том числе три постоянных члена Совбеза – это Великобритания, Франция и США. Напомню, ранее в интернете появились сообщения о применении сирийской армии в городе Дума хлора, жертвами которого якобы стали несколько десятков мирных жителей. Повстанцы утверждают, что правительственные войска сбросили на населенные пункты бочковую бомбу с отравляющими веществами. Однако официальный Дамаск – эти обвинения опроверг. Там утверждают, что ложную информацию распространяют боевики из Джейш-Али-Ислам, чтобы препятствовать наступлению правительственных войск. Кстати, боевики согласились покинуть контролируемый имя город Дума – Восточной Гуте. Об этом сообщает сирийское государственное агентство САН. Операция по выводу террористов начнется уже сегодня. Ранее члены группировки Джейш-Али-Ислам нарушили договоренность с сирийской армией, открыв огонь из минометов по гуманитарному коридору в поселение Мухайям-Аль-Вафидин. После этого Дамаск провел операцию против членов повстанческих группировок. Отмечу, Дума является последним оплотом боевиков в стране. По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с начала марта населенный пункт по гуманитарным коридорам покинули более 700 повстанцев, семьями и порядка 30 тысяч мирных жителей. КНДР готова обсуждать в США вопросы о денуклеаризации корейского полуострова. Об этом со ссылкой на представителя в Госдепи сообщает Wall Street Journal. При этом издание не уточняет, когда и в какой форме Пхеньян представил такие заверения. Однако СМИ утверждает, что представители КНДР и США поддерживают связь. Напомню, в марте лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал американскому коллеге Дональду Трампу устное предложение о проведении переговоров. Позже Белый дом согласился. Немецкие полицейские предотвратили теракт во время берлинского марафона. Это крупнейшее спортивное событие в Германии, куда ежегодно съезжаются более 30 тысяч бегунов со всего мира. Стражи порядка задержали шесть сырых подозреваемых. Как стало известно, они из окружения террориста Аниса Амри, который два года назад в Берлине на многотонной фуре протаранил группу людей. У главного подозреваемого, 20-летнего валида, полицейские изъяли два остро заточенных ножа. Как сообщает стража порядка устроев теракт на марафоне, подозреваемые хотели отомстить за смерть друга террориста. Но все они были под наблюдением полиции, поэтому трагедию удалось избежать. Полицейские Берлина провели шесть задержаний. Это мужчины, которым от 18 до 21 года. Они подозреваются в подготовке тяжелого преступления против государства. У нас были подозрения, что они готовят нападение, но не знали когда. Один из сценариев был берлинский марафон. Мы изъяли у них компьютеры и телефоны и проводим расследование. Мощное землетрясение на западе Японии магнитудой 5,8. Пострадали четыре человека. В некоторых зданиях разбитые стекла, появились трещины. Около ста жителей остались без электричества, как сообщило местное метеорологическое агентство. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров на берегу Японского моря в префектуре Симани. Угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки села в три балла. Накануне ощутили и жители Раимбекского района Алматинской области. По данным комитета Пучуи, сэпицентр расположен в 115 километрах восточнее от Алматы. Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Сегодня в Можелесе парламента пройдет правительственный час. Министр обороны страны Сакен Жасузаков расскажет о развитии военного образования, науки и формировании военно-патриотического воспитания молодежи в республике. Подробности смотрите в 12.00. Наши корреспонденты расскажут об этом в прямом эфире. Сегодня пройдет еще одно важное заседание. Пресс-конференция о налоговом администрировании состоится на площадке службы центральных коммуникаций. На вопросы журналистов ответит исполняющий обязанности заместителя председателя комитета государственных доходов Министерства финансов Мадита Киев. До конца года обеспеченности газом население Западно-Казахстанской области достигнет 97%. Регион один из ведущих по газификации. Десять лет назад в Преурале голубым топливом пользовались только 68% жителей. Всего за этот период на газификацию было выделено 25 миллиардов тенге. 153 села подключили к голубому топливу. Только в прошлом году газифицировано 13 населенных пунктов Жангалинском, Сарымском, Женебекском и Шенгерлаусском районах области. В итоге показатель достиг 94%. В этом году газ проведут еще в 23 селах. В село Тоганас Сарымского района газ подвели в начале года. Первыми к голубому топливу подключили социальные объекты. В сельской школе сразу же установили автономную котельную. Расходы на отопление сократились в разы. Мы пользовались жидким топливом соляркой. И в год у нас уходило до 120 тонн солярки. То сейчас 10-кратная экономия у нас идет в денежном эквиваленте. И, во-первых, если на жидком топливе все-таки у нас был какой-то дисбаланс в температурном режиме, то сейчас у нас умеренная температура, дети не болеют. Основное занятие местных жителей – животноводство. Однако газификация внесла коррективы в бизнес-планы сельских предпринимателей. Бейбет Тахамбетов, например, уже третий год обеспечивает односельчан дешевыми овощами из двух собственных теплиц. Урожай собираю два раза в год – весной и зимой. Мы продаем по сниженным ценам в сельских магазинах, обеспечиваю все село. Я выгоды не ищу. Возить с города людям далеко и дорого, а у меня дешево и свежий продукт. Газификация Сырмского района началась 8 лет назад. Тогда по поручению главы государства в регионе завершилось строительство магистрального газопровода «Карачаганок-Уральск» протяженность около 500 километров. За счет него голубое топливо стали подводить в село, расположенное на левом берегу Урала, где проживает более 100 тысяч сельчан. Сегодня 94% населения при Урале пользуются голубым топливом. В этом году три проекта продолжаются. Три проекта охватывает 23 населенных пункта. Это 11 населенных пунктов Бухгардинского, 11 населенных пунктов Ахжиевского района и 1 населенный пункт Чаневского района. Разработано 5 проектов по Тирхитинскому району. С реализацией этих проектов показатель богатификации региона достигнут 97%. Какие в стране принимают меры для предупреждения пожаров и как обстоят дела с пожарной безопасностью в местах массового скопления людей, об этом на брифинге расскажет председатель комитета по чрезвычайным ситуациям Владимир Беккер. К чипированию скота датчиками GPS приступили животноводы Турар Рыскуловского района Жамбутской области. По словам специалистов, данный тип идентификации самый надежный. Он поможет в разы сократить скотократство. Учет номеров чипов ведется в единой базе. До конца сентября текущего года процедуру пройдут 16 тысяч лошадей. Желающих установить чипы на свой скот в Рыскуловском районе очень много. Животноводы уверены, что это поможет значительно сократить кражи лошадей. Вживляемый чип содержит полную информацию о животном. Эта процедура проводится в райцентре и 15 сельских округах. Чип ставится с правой стороны в области третьей части шеи. Обеззараживаем 70% спиртом и туда будем вводить чип. Это делается, чтобы провести учет животных. Будут выделяться вакцины на них, на поголовье. Хозяин же будет продавать, например, он приносит паспорт, выписывается на него ветеринарное свидетельство, он везет на базар и продает эту лошадь. Это подтверждение, что этого хозяина эта лошадь. Оно стоит на веб-портале. Каждый чип содержит свой номер, который специалисты вносят в базу данных. Узнать его помогает специальный сканер. Параллельно с чипированием проводится паспортизация животных. А мелкому скоту бесплатно устанавливают специальные серьги. В этом году на проведение чипирования лошадей предусмотрено 10 миллионов тенге. Эти средства рассчитаны на 8 тысяч животных. Но с учетом возвратных средств мы планируем охватить 16 тысяч лошадей. В районе идентификацию скота провели на 50%. Специалисты говорят, что эта процедура упростит и работу чибанов. Теперь у них появится возможность спасти скот в онлайн-режиме при помощи системы GPS. Такая установка стоит более 80 тысяч тенге. Если охватить ею весь скот, то это неприемлемая сумма. Можно установить на породистый скот или на отдельный табун. Мы в будущем планируем применить эту систему. По словам специалистов управления ветеринарии, за несколько лет в Жамбулской области уже чипировали 88 тысяч 266 голов лошадей. В этом году эту процедуру пройдут еще более 35 тысяч животных. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Руслана Хотела, Жамбулская область, Хабар, 24. Актобе откроет 27 детских садов на 4 тысячи мест. Построят их в рамках государственно-частного партнерства. На финансирование бюджетных групп ежегодно выделяют больше 100 миллионов тенге. В частном секторе детей принимают в жилых коттеджах, переделанных в детсады. Открывают такие мини-центры в основном молодые мамы. Между тем, в своей очереди в государственной садике ждут больше 20 тысяч малышей. Одной из актуальных проблем в регионе остается нехватка ясельных групп, а также коррекционных дошкольных центров для развития детей с ограниченными возможностями. Охват детей дошкольным организациям от 3 до 6 лет. На сегодняшний день по Октябрьской области 96%. В основном в районах у нас охват 100%. Разрабатывается строительство детских садов Погачипа в Каргалинском и Тимирском районе. На востоке страны запущен пилотный проект по внедрению трехязычного образования. Для его реализации из местного бюджета выделились выше миллиарда тенге. Уже сегодня в колледжах Зырьяновского района обучение студентов ведется на английском языке. Руководство колледжа считает, что молодые специалисты заинтересованы в подаче предметов на иностранном. За языковую нагрузку преподаватели получают 30% надбавку к заработной плате. Комплексный план рассчитан на три года. Мы внедряем английский язык именно для специальности вычислительная техника. То есть программист это тот человек, который должен идти в ногу со временем. То есть так как у нас новые технологии информационные очень бурно развиваются, то соответственно программист должен быть всегда в курсе новых тенденций, развития новых технологий и так далее. До конца года в школах Северного Казахстана появятся этнографические музеи. Создавать экспозиции будут в рамках госпроекта «Рухани Жанхрум». С теми, кто уже изучает историю родного учебного заведения и села не только на уроках, но и благодаря экспонатам встретилась Ирина Панфилова. Наталья Огневая здесь знает каждый экспонат. Музей при Соколовской средней школе 45 лет назад открыл ее отец, учитель географии. Уникальную экспозицию Виктор Акимович собирал до глубокой старости. Охотно помогали школьники. Они приносили в наш музей все, что хранилось в их сарайчиках, на чердаках. И до сих пор к нам в музей поступают экспонаты, которые извлекаются из огородов во время копки. Очень часто наши детки несут маленькую копеечку. И они понимают, что ее нельзя выбросить, ее нужно обязательно в музей. Большинство экспонатов рассказывают о становлении и развитии Соколовки, о героях Великой Отечественной войны, которые ушли на фронт из села, и других выдающихся личностях. Много здесь хранится диковинных вещиц прошлых столетий. Икон, самоваров, жернова. В школьной экспозиции сегодня порядка пяти тысяч экспонатов. Когда-то вся эта утварь была практически в каждом доме. Сегодня предметы старины стали частью богатой экспозиции. Здесь их берегут, как зенит сока. Постепенно коллекция музея растет. Сегодня здесь уже четыре экспозиционных зала. Среди частых посетителей – школьники со всего района. Мы любим этот музей, мы гордимся им. Это такая большая честь иметь так много экспонатов. Мы можем познавать здесь историю нашей села, историю нашей страны. Особо мне нравится здесь находить… Здесь есть такие экспонаты в виде костей, древности, всякие, ну, некоторые приметы, которые были раскопаны. Чтобы еще больше подогреть интерес молодежи к музейному делу, здесь проводят увлекательные квесты. Сегодня на севере страны школьные музеи открыты больше, чем в двухстах учебных заведениях. До конца года по программе «Рухани-Жангыру» подобные экспозиции должны появиться в большинстве школ. Ирина Панфилова, Тулигин Иманов, Руслан Алиев и Дмитрий Рура. Северный Казахстан, Хабар-24. Построенный в прошлом году по программе «Рухани-Жангыру» спортивный комплекс в селе Акшу-Курман Гоставской области принял более 300 ребят. Сейчас здесь работают три секции, проводятся районы и областные чемпионаты. После того, как спортсмены обрели постоянное место для тренировок, их результаты не перестают радовать тренеров. Кроме того, на средства спонсоров в селе был построен и медицинский центр, который теперь посещают жители сразу нескольких соседних населенных пунктов. Это пока единственный спортивный комплекс на весь Акшу-Кур с его десятитысячным населением. Его посещают дети даже из соседних населенных пунктов. Спорткомплекс стал подарком от местного предпринимателя Айткали Турмагомбетова родному селу. На 600 квадратных метрах разместились залы для восточных единоборств. Вскоре откроются секции волейбола, баскетбола и футбола. Раньше мы занимались во дворах домов, в спортивных залах школ. Но они чаще всего бывали заняты. А иногда тренировки вовсе приходилось пропускать, потому что не было подходящего помещения. Теперь у нас есть современный большой спортивный зал, в котором могут тренироваться все желающие. А их количество растет с каждым днем. Спорткомплекс открыли в январе этого года. Каждый день сюда приходит заниматься около 300 детей. Среди них и 12-летний Берды Сулейменов. Он занимается в новом спортивном комплексе 5 раз в неделю. И мечтает добиться таких же успехов, как и его кумир, олимпийский призер, дзюдоист Елдос Сметов. Не нравится, что в этом спортивном комплексе большие залы. Раньше мы занимались в маленьких помещениях. Места всем не хватало. Все мои друзья, видя мои успехи, тоже начали заниматься спортом. Также на средства спонсоров в Акшукуре в прошлом году построили медицинский комплекс. С тех пор сельчанам не надо ездить в областной центр за 20 километров, чтобы сдать самые простые анализы. Сейчас в медцентре работают 12 врачей. Мы всегда ездили в Актау, чтобы попасть на прием узких специалистов, потому что в районной поликлинике их нет. Тратили немало времени и денег на дорогу туда и обратно. Но теперь мы можем получить помощь в родном селе. Я живу в соседнем селе. У нас нет стоматологии даже для взрослых, не говоря уже о детях. Сегодня привел свою дочь к врачу. Это очень удобно. А в Акшукуре, между тем, планируют реализовать еще несколько социальных проектов на деньги спонсоров. Ольга Золотых, Ренадус Алиев, Мангисталская область, Хабар, 24. В Казаларде стартовал антикоррупционный автомарафон. Отдал желу. Честный путь его приворочили сразу к трем юбилейным датам. 20-летию столицы Республики Астаны, принятию антикоррупционного законодательства и созданию национальной модели государственной службы. За стартом наблюдала моя коллега Райхан Тажибаева. Отправная точка автопробега – Казаларда-президентский парк. Здесь марафонцев приветствуют участники молодежного флешмоба. Твердой «нет коррупции», сказали около 200 казалардинских студентов. Коррупция пробуждает в людях самые низкие человеческие качества. Это не только отвратительно, но и опасно. К примеру, если закрывать сессию взяткой, какие из нас получатся специалисты? А ведь от наших знаний будет зависеть чья-то жизнь и будущее страны. Поэтому мы против коррупции. Символичные 20 автомобилей столько же автолюбителей. Для них это не просто поездка, а возможность привлечь всеобщее внимание к проблеме. Данная кампания стартовала по всей стране. В его рамках в регионе запланированы тематические семинары, дебаты и встречи. Пройдет первый областной конгресс гражданских инициатив по вопросам противодействия, коррупции и различные спортивные состязания. Главная наша цель – повышение антикоррупционной культуры населения и формирование активной гражданской позиции. Из района в район, из рук в руки, марафонцы будут передавать символ эстафеты. Книгу, которая соберет сведения обо всех проводимых в приорале антикоррупционных мероприятиях, а также отзывы и пожеланиях простых людей. Финиширует автопробег 30 апреля в Казларде. Райхан Тажибаева, Альхайдар Турлаханов, Руслан Айтмамбетов, Казларда, Хабар-24. 20-летие Астаны будет посвящена экспедиция на гору Эверест. По этому поводу на сегодня в столице запланирована пресс-конференция, где расскажут о деталях захватывающего восхождения. Ожидается, что экспедиция на самую высокую точку планеты стартует 10 апреля и продлится вплоть до 28 мая. В одной из школ финского города Тампере появился необычный учитель. Перестановки в педагогическом составе вряд ли бы привлекли внимание СМИ, если бы не одно «но». Новоиспеченный – преподаватель робот. Элиас преподает финский, кроме того, он свободно общается на 23 языках. Робот-учитель запрограммирован понимать запросы детей и вдохновлять их на учебу. Единственное, что Элиас пока не умеет, так это поддерживать дисциплину. Поэтому присутствие строгой учительницы в классе по-прежнему необходимо. Благодаря Элиасу мы разнообразили деятельность в классе. Это очень увлекательно как для детей, так и для учителей. Роботы помогают найти новые подходы в обучении. Это была последняя информация о выпуске. Спасибо за внимание. Оставайтесь с телеканалом Хабар-24. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин